Доброе утро. Гарланд Никсон здесь со Скоттом Риттером, НАТО охвачено паникой, а состояние Союза, по словам Маргарет Кимберли, безнадежно. Хорошо, Скотт, давай начнем с этого. НАТО в панике. И ты знаешь, Эммануэль Макрон уже некоторое время говорит, что у НАТО нет мозгов. Я думаю, тот факт, что они в панике, показывает, что, возможно, у них нет мозгов. У них есть все основания для паники. Давай для начала поговорим о положении дел на поле боя, на линиях соприкосновения. Ты знаешь, мы видим, что Россия неустанно поддерживает давление по всему фронту. Люди, которые ожидают впечатляющих результатов, не понимают, что стоит за российским подходом. Российский подход по-прежнему основан на идее ведения войны на истощение. И лучший способ сделать это либо сидеть и позволять украинцам атаковать, что украинцы какое-то время были склонны делать, либо, когда украинцы выбьются из сил, начать медленное наступление. Неустанное наступление, захват одной деревни, одной линии деревьев за раз, и в процессе этого убивают, берут в плен, ранят или обезвреживают находящихся там украинцев. Война на истощение. Русские не склонны перегибать палку. Это очень контролируемая операция, после битвы за Овивку, которая была своего рода стержнем украинской серии укреплений, которые были укреплены в Донецке, Донецкой области или Донецкой народной республике. Теперь, когда она прорвана, русские продвинулись вперед к Орловке. И при этом они прорвали эту линию, что означает, что у них есть свобода двигаться влево и вправо и сворачивать, что они начинают делать на севере и на юге. Украинцы, чтобы предотвратить это, бросают в бой свои последние организованные резервы. А вот здесь мы сейчас видим один танк Абрамс. Я думаю, что из 31 танка уничтожено 4. Несколько Брэдли. Это, как ты знаешь, 47-я механизированная бригада. Это лучшие украинские резервы. Их бросают в бой. И русские более чем счастливы уничтожить их. И это одна из причин, почему НАТО в панике, потому что НАТО понимает, что вот-вот произойдет. То, что вот-вот произойдет, это то, о чем мы с тобой говорили, что мы приближаемся к точке коллапса. Когда резервы заканчиваются, когда у вас нет сил для контратаки, когда ваша оборона истощена и настолько слаба, когда у вас нет подкрепления, вам придется сделать что-то очень драматичное, если вы Украина, чтобы сохранить хоть какую-то боевую сплоченность. И это, вероятно, будет очень стремительный отход за реку Днепр. И ты видишь, например, как Уильям Бернс, директор ЦРУ, предупреждает людей. Он сказал, что русские находятся на пороге очень серьезных успехов. Украина готова потерять целую кучу территорий. Потому что когда у вас заканчиваются войска, вы не можете защищаться на фронте, вам придется отступить и использовать географические особенности, такие как реки. Это вот-вот произойдет. И когда это произойдет, вы знаете, проблема с катастрофическими отступлениями заключается в том, что они не поддаются контролю. Вот что случилось с французской армией после того, как они начали отступать. Из Москвы после Смоленской битвы они просто рухнули, полное отступление, никакой организации, никакой сплоченности, казаки бегают среди вас, пронзают копьями. Вы, ребята, убегаете, замораживая смерть и дезинтегрируя французскую армию. Украинские военные вполне возможно приближаются к такому состоянию. Вот почему Эммануэль Макрон говорит, что мы должны что-то предпринять. Мы должны направить войска в Украину, чтобы создать линию сопротивления в Одессе, потому что он знает, что вот-вот произойдет. Возможно, им удастся отступить, сохранить как можно больше боевой мощи, отступить за Днепр, занять подготовленные оборонительные позиции. Но Бернс не верит, что это произойдет. Макрон не верит, что это произойдет. Потому что они держат руку на пульсе. Они поддерживают контакты с этими парнями ежедневно. Они в операционных центрах. Именно они предоставляют информацию, дают советы, и они получают обратную связь. И эта обратная связь безрадостна, безрадостна, безрадостна. Так что я думаю, что знаешь то, что мы видим на поле боя. Коллапс — это процесс. Когда последний предел прочности на растяжение падает, и оно просто взрывается. Многое зависит от человеческого духа. Если ты посмотришь на Сталинградскую битву, на битву за дом Павлова, ты знаешь, что горстка русских солдат на этой позиции сдерживала немецкое наступление. Забудь о 58 днях. Это был долгий срок. Но суть в том, что мы не знаем, что собираются делать украинцы, будут ли они призывать к этому, или же люди, которые должны быть в состоянии встать и сражаться. Внезапно просто потеряют самообладание, убегут, потому что они потеряли волю к борьбе. Даже несмотря на то, что физически они способны сражаться. Мы не можем этого предсказать. Война очень сильно влияет на человеческий дух. Но тот факт, что мы говорим о человеческом духе, означает, что мы в отчаянии. Потому что обычно война — это не просто войны, а системы, процессы, организации. Мы подошли к тому моменту, когда украинцы полагаются на героизм, чтобы спасти положение, и пули каждый раз побеждают героизм. Каждый скажет тебе, что если ты находишься в окопе рядом с героем, убирайся к черту, потому что добром это не кончится. Ну, знаешь, одна из вещей, которую сказал Макрон, заключается в том, что у нас могут быть какие-то красные линии, Киев и Одесса. И я думаю, знаешь, вот что я чувствую. Мне всегда нравится использовать Майка Тайсона, потому что, знаешь, недавно я побывал у Майка Тайсона, которому уже за 50, и я посмотрел несколько его шоу на YouTube. И он все еще очень чудовище. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я мог бы нарисовать все красные линии, какие захочу. Когда он начнет раскачиваться, я буду как на воздушной подушке. Вот так просто. И скорее всего, меня уже не будет в живых, когда я ударюсь о землю, верно? Итак, у нас есть Макрон, которому дали красные линии. Этот парень пытается втянуть нас в самоубийственную миссию. Что ты думаешь о Макроне и о том, что он мог бы сказать своим военным? Хорошо, ребята, мы собираемся отправить 50 солдат с полудюжиной танков. На самом деле у нас нет никакой противовоздушной обороны. В январе 2023 года Франция провела учения по логистике. Это были самые масштабные учения, которые Франция когда-либо проводила раньше. Что означает, что они никогда не делали этого раньше. Им потребовалось два года, чтобы подготовиться к этому упражнению. Они начали планировать проведение учений на 2021 год, чтобы провести их в 2023 году. Таким образом, это говорит о том, что сейчас, если они собираются попытаться переехать в Румынию, у них нет необходимого опыта. Это будет проблемой с точки зрения логистики, чтобы доставить их туда. Но давайте предположим, что они делают это. Прямо сейчас в Румынии находится 700 военнослужащих, которые входят в оперативную группу ИГЛ. Это усиленный батальон. В его состав входит одна бронетанковая рота. Это 13 танков, дамы и господа, всего 13 танков. Это острие копья для французов. Прямо сейчас Франция располагает четырьмя истребителями Рафаль, дислоцированными в Румынии. Это, как правило, предел их возможностей. Поэтому они ищут бойцов в Румынии. Цель операции — обеспечить французским войскам, находящимся там, прикрытие с воздуха, чтобы русские не могли атаковать их из-за истребителей. Теперь они усилены истребителями F-16 и другими из других стран. Потому что это совместные усилия, но четыре — это усилия Франции. Чтобы защитить их, они развернули ракеты класса «Земля», «Воздух», «Крута» и «Мамба». У Франции есть четыре подразделения противовоздушной обороны, по-моему, размером с батальон. Французы не участвуют в крупномасштабных наземных боях. Они просто не занимаются этим бизнесом. Они не подготовлены для этого. Они говорят о том, чтобы увеличить этот батальон до размеров бригады в 2025 году. Таким образом, я думаю, что к 13 танкам прибавится еще 35. Таким образом, им не хватает 50 танков, это все, что они могли бы сделать. Если Франция собирается вмешаться в дела Украины, то это будет сделано силами одной бригады. Это все, что у них есть. И они планируют это прямо сейчас. Так что Макрон мог бы ускорить процесс ввода этих войск в Румынию, а затем вам пришлось бы перебросить их в Украину. Франции пришлось бы перебросить авиацию на Украину, потому что вы не можете действовать с румынских аэродромов. Есть один единственный аэродром Ивано-Франковск, который расположен по ту сторону границы, недалеко от Одессы, где прямо сейчас НАТО обсуждает размещение истребителей F-16. И поэтому они уже спланировали, как обеспечить техническое обслуживание западных самолетов в Ивано-Франковске. Так что Франция могла бы согласовать это, разместить французские самолеты над этим районом и спровоцировать русских на атаку, используя теорию красной линии. Тогда они могли бы также развернуть Мамбу и Кротал, чтобы снова обеспечить принудительную защиту этого аэродрома. Это единственное, что могла бы сделать Франция. И вопрос в том, не нападет ли Россия в связи с этим на аэродром. Если бы речь шла только о развертывании французских войск, обеспечивающих воздушное прикрытие этого аэродрома, то, возможно, Россия сказала бы, что не стоит начинать войну с НАТО. Но этот аэродром будет использоваться для самолетов F-16. Мы знаем, что противовоздушная оборона долго не продержится. Прямо сейчас у Франции есть политическая проблема. Все силы, которые, как они говорят, могут быть развернуты в этой стране, предназначены для НАТО. Их пришлось бы вывести из состава НАТО, и они стали бы принадлежать только Франции. А это нелегко сделать. У Франции есть обязательства, ты же знаешь, они являются головным батальоном оперативной группы ИГЛ. И таким образом вы лишаете НАТО возможности направить их в Украину. И я мог бы говорить об этом весь день напролет. Как я уже сказал, я изучил это дело до последней пули и последнего штыка. Лучшее, что могла бы сделать Франция, создать единую бригаду, способную иметь подразделения размером с батальон из разных стран. Скажем, страны Балтии, поскольку они подняли шум по этому поводу, присоединяются к нам. Но подготовка стран Балтии к экспедиционному развертыванию и сотрудничество с французами могут все усложнить. Общая численность этих войск составила бы около 10 тысяч солдат, и они были бы мертвы в течение нескольких дней. У них нет возможности вести современную войну. У них нет фактора выживаемости. У них вообще ничего нет. Потому что имея в виду, что они собираются не укреплять существующую украинскую оборону, а дополнить возможности Украины, создав линию, которая освободит украинские войска для выхода на линию фронта. Идея заключается в том, чтобы не дать французам вступить в контакт с русскими, удерживая тыловую зону, которая освободит украинские силы для продвижения вперед. Эти украинские силы не доберутся до линии фронта. Если они это сделают, то погибнут. А затем, как ты знаешь, русские постучат по французской линии, но там не будет французской линии, потому что Россия собирается взорвать ее заранее. И что тогда делает НАТО, когда ты смотришь на 10 тысяч убитых французских солдат, 50 уничтоженных танков Ле Клерк? А у вас там в Румынии сидят целые силы НАТО, частью которых были французы, и смотрят, как умирают их братья по оружию, потому что именно это и произойдет. Но если ты заметил, Шульц, канцлер Германии, только что созвал экстренный саммит. И я думаю, что Шульц собирает его вместе, говоря, ребята, это не тот путь, потому что мы не можем, мы не можем вас поддержать. У вас не будет поддержки НАТО. Германия не пойдет по этому пути. И если вы сделаете это, то будете предоставлены сами себе. Польша надеялась, что Америка направит дополнительные силы в Польшу, чтобы усилить их, чтобы они могли проявить смелость и продвинуться вперед в Западную Украину. Америка сказала, нет, мы не собираемся этого делать, а это значит, что Польша сама по себе, а это значит, что поляки знают, что они умрут. Так что я думаю, именно в этом мы сейчас и находимся. В каком-то смысле мне было жаль Макрона, потому что Соединенные Штаты бросили его на произвол судьбы. Ты знаешь, Виктория Наланд и другие сказали ему, чтобы он агрессивно продвигался вперед. И он сделал то, на что Франция не способна. А теперь он дал слово, что будет поддерживать украинцев до конца. Этого слова он бы не сказал, если бы Соединенные Штаты не сказали, что мы будем с вами до самого конца. Ты знаешь, Макрон никогда не ожидал, что ему придется делать это в одиночку, или что Европа будет действовать в одиночку. И все же Соединенные Штаты бросили его, оставили там. И он, знаете ли, чтобы показать свое лицо, начал что-то говорить и опередил события. Настолько опередил, что, как вы правильно заметили, французские офицеры предоставляют некоторые документы французским изданиям. Но я думаю, что в конце концов Макрон не сможет этого сделать. Потому что невозможно изменить ситуацию, заставив Францию сделать что-то, что не закончится полным унижением французских военных на Украине от рук русских. И возникает вопрос, можем ли мы выйти из этой ситуации без унижения, в тот день, когда мы вступили в эту ситуацию, потому что здесь заложен фундамент. Но чтобы воевать с Россией, нужно подойти к российской границе, потому что Россия не собирается ни с кем связываться. Сражаться с ними всегда равносильно самоубийству.